Нигде не собираются столько игроков большого бизнеса одновременно. Международный экономический форум – хороший шанс для Карелии обзавестись полезными связями. Работа на ПМЭФ начинается именно с заключения соглашений. Прямо сейчас здесь будет подписан первый важный документ. От Карелии глава региона Артур Парфенчиков Владимир Проничев представляет компанию «Фиумэ». Она собирается запустить в Петрозаводске производство экранопланов, а проще говоря – летающих лодок. Эффект экрана, то есть давление позволяет двигаться судну, не касаясь воды. Конечно, не заменит корабли, конечно, не заменит самолеты, но вот это изделие – оно. Займет свое место в целом в иерархии транспортных средств. Пока экраноплан есть только на чертежах. Вот так будет выглядеть транспорт будущего. Он сможет перевозить по воде в труднодоступные места медиков, спасателей и пограничников. Есть у проекта и туристический потенциал. На его доработку и воплощение в жизнь отводят полтора года. Именно Карелию в качестве площадки выбрали не случайно. Онежское озеро – идеальный полигон для испытаний инженерного чуда. Относительно узкая Нева для этого совсем не годится. Другое дело – Онега – второе по размеру в Европе. Производство экранопланов откроют на площадке завода «Авангард». В 90-е он пришел в запустение, затем стал банкротом. Новая жизнь начнется с установки сложных станков. Для нас это важно. Даже понятно, там рабочие места, почти 200 рабочих мест. Может быть, в перспективе это будет и больше. Но опять-таки надо понимать, что это высокотехнологичные, высокооплачиваемые рабочие места. Еще 100 новых рабочих мест появятся и на карьерах прионерской горной компании. Ее руководитель и глава Карелии подписали соглашение о строительстве нового завода на месторождении Чевжавара, где добывают лучший в России щебень для строительства дорог. Щебень будет узких новых фракций по новым ГОСТам для верхнего строения высоконагруженных дорог. То есть то, что сейчас в дефиците. Этот щебень изначально поставлялся и будет поставляться в другие регионы. Еще раз повторюсь, это такие основные дорожные федеральные стройки. Но теперь поставки станут еще больше. На щебень будут использовать по всей России. Новое производство заработает уже в конце этого лета. От второго дня форума ожидается еще больше соглашений. Глава республики встретится с представителями Сбербанка, крупной торговой сети и нашим производителем алюминия. Мы будем и дальше держать вас в курсе работы карельской делегации на Международном экономическом форуме. Данил Чиненов, Александр Борисов, Служба новостей, Санкт-Петербург.